Привет всем любителям глобальных пошаговых стратегий! Вы видите, слушаете Алексея Халецкого, это значит, что вы на канале Лёша Играет, и мы продолжаем за Грецию Горга проходить Сидмейр Сивилизейшн 6 на Божестве с челленджем. Всё объясняю в первой серии, ссылка есть в описании, собственно, как и ссылка на рейтинг цивилизаций. Так что, если вы пропустили первую серию, то лучше идите к ней, переходите на неё, смотрите, там объясняется, в чём суть челленджа, ну а спонсоры канала все серии видят сразу. Спасибо им большое за поддержку, на этом вступительное слово считаю завершённым, и свою симпатичную рожицу выключаю. Итак, два города у нас, мы вышли в Золотой Век, собственно, как и все вокруг, кстати. И, конечно же, берём монументальность, покупка... Блин, вы посмотрите, что тут уже индуизм, ацтека ко мне распространился, что вообще-то очень и очень плохо. Четырнадцать. Я ж так могу свою веру потерять, прикиньте. Ладно, в любом случае мы пока выходим. Я даже не знаю... Стоит ли мне... Ну, то есть я не могу сейчас купить... Купить миссионеров, потому что мне ещё святилище надо строить, а мне, естественно, лучше... Сначала гоплитов строить, поэтому... Мы, видимо, это дело отложим. Так, поселенцев... Я бы, наверное, поселенца в Аргасе купил, кстати. А куда я вот хочу сейчас город ставить? Ну, тут там у меня идёт? У меня идёт сюда ставиться, а вот ещё один... Видимо, здесь надо ставить. Чтобы он тоже влиял и на тот город. Блин, надо, наверное, в Аргасе купить. Надо, видимо... Так, раннюю империю мы ускорили, уже открыли, правильно? Так, тут я могу ещё одного губернатора... Брать. Вот сейчас вопрос Магнуса или Пингалу, потому что население-то у меня маленькое. Тут вот можно лес вырубить, например. Ещё... Давайте, наверное, Магнуса слушайте. Спарту. Так. Создать священное место Ереван, вызвать озарение мореходства, это я не смогу. А, вот с кем. А, шумеры с русскими. Напоминаю, что мы все берём гостеприимство, гостеприимство, чтобы, типа, обмениваться территориями, но после этого мы всегда всех осуждаем. Ну, первых десять. Первых десять. Идея в том, чтобы они нам войну объявляли, а не мы им. И тогда, возможно, так, стоимость покупки клеток, создание поселенцев. Ну, поселенцев мы будем покупать за Веру. Содержания против варваров нет. Создание юнитов и содержание юнитов. Я бы, пожалуй, это всё и оставил. И тут производство пока стоит. Пока так и оставляем. Вот это, конечно, тут этот вулкан. О! Отлично. Всё-таки ацтеки мне сами объявили войну. Ну, как отлично. Они меня практически убили. Да, блин, извержение, когда мне там этот шёл. Вот, вот в этом проблем... Слушайте, а его, кстати, не задело между... Очень странно. Почему-то разрушило клетки нефрита, но при этом гоплита там не задело. Мозг не задет, в общем. Ну, отходим. Подходим. Но нам надо, видите, два гоплита рядом держать. Вот в чём проблема. А у нас это не получается. О, источник вечной молодости. Чё там делает? Вошедшие в данную клетку получают живую воду. И бандарбрюны мы ещё встретили. Живая вода. То есть быстрее лечится, я так понимаю. Плюс 10 к исцелению на любой территории. Так, ну что ж, воюем. Кстати, у Ацтека тоже прикольный юнит уникальный. Сейчас бы ещё вспомнить, что он там делает. Ну, гоплит, по-моему, посильнее. Смотрим. Уникальный заменяет. А, может захватывать. А, он превращает. Если он атакует юниты, то он их превращает в строителей. Ну, такое, честно говоря. В данном случае. Я бы сейчас, знаете, я бы сейчас вдвоём пошёл гоплитами. Видите, плюс 2 за заполненные ячейки. Плюс 10 за соседство юнитов. Не покупаю пока здесь посела. По той простой причине, что уйдёт население. И я за 2 хода... Давайте я гоплита за 2 хода дострою. И после этого куплю. Окей. Так, тут пока просто пропускаем ход. Вот это очень... Тут бы караван мне пустить. Но, опять же... Я вообще могу караван за веру купить. Но его же разграбят тут. Ладно, держимся пока. Пока это... Мне пока это не больно. Сейчас он будет атаковать лучником. Да, ну вот именно территория. Тут всё... Из-за территории всё очень тяжело. Ещё раз проверил, что не складывается соседство гоплитов. Я сюда, скорее всего, Магнуса пересажу. Виктора надо всё-таки здесь держать. Лечимся. Рассказывайте, как у вас там напали или на вас ацтеки. Блин, ну надо всё-таки светилище построить, ребята. Я боюсь, что мы упустим религию свою. Иначе. Блин, а с другой стороны... Вот сейчас мы выросли. Нашей религии осталось. Нет, знаете что, продолжим гоплитов. Это важно. Так, Виктор здесь. И он тут нам именно внутри увеличивает боевую мощь городского гарнизона на 5. То есть юнит в центре будет на 5 атаковать. Сейчас у вас появится гоплит. Я вот этим выйду назад, чтобы плюс 10 иметь. И этим гоплитом просто буду ваншотать. Ребят. Ну так, идея такая. Так, пока колесо. Политическая философия. Отлично открывается. В политической... Нам бы быстрее, конечно, открыть. Мы возьмём... Олигарх... Не, не олигархию. Забыл, как... Не, олигархию мы возьмём. Мы возьмём 100% олигархию. Причём, кстати, мы можем даже следующим ходом открыть. Потому что убьём, наверное, кинть юнита и за это культуру получим. Так, вот это больно было. Ну, неважно. Значит, тут мы отходим... Даже, наверное, не назад, а вот сюда я теперь отойду. Чтобы осталось соседство. Тут мы ваншотаем. И открыли. Отлично. Это очень хорошо у нас получилось. Берём олигархию. Потому что это плюс 4 к силе. И ещё... То есть мы ставим здесь... Ну, вот это всё красное ставим. Короче. Так. Блин, удвоенный опыт для юнитов разведки или против вар? Ну, ни то, ни друг... У меня все... Ну, наверное, давайте удвоенный поставим. И смотрите, у нас плюс 4 становится. Видите? Плюс 4 за заполненные ячейки военного курса. Плюс 10 к боевой мощи. Интересно, если я сюда подойду, убьют ли мне гоплита. Давайте, наверное, проверим это. Потому что тут вот ходить на месте очень опасно, я думаю. Теперь ставим тут город. Отправляем сюда Магнуса. Сразу давайте монумент строить. Дальше. В Аргасе, видимо... Так, тут священное место начало строить. Ну, понятно, что мы опять гоплита. Но тут нам надо купить посело. И гоплит из-за этого будет сейчас подольше строиться. Ладно, давайте дак 4 хода. И посело явно куда-то вот сюда надо будет везти, ставить. Скаут дежурит. Так, Еревану... Я союзник Еревана. Античность, олигархия. Протестуют против Эфеса. Что это? Вроде нормально стоит. Так, священное место здесь. Дальше надо, очевидно, в оборонительную тактику идти. Вообще не, военную традицию. Нам еще атака с фланга. Военную традицию надо открывать. Я боюсь, что убьют. Убьют мне все-таки этого гоплита. Но я тогда вот этого хотя бы ваншотну. Да, видите. Ой, я, кстати, получу сейчас рабочего заодно. Кайф. Так, значит, делаем так. Ваншот. Открываем военную традицию. Атаку с фланга бонус получаем. Сюда подходим, сюда. Он должен еще действовать за атаку с фланга. 46. Да, еще плюс 2 за атаку с фланга есть. Этими всеми сюда подходим. Значит, у нас уже раз, два, три, четыре, пять. Паланг 6. Ну, давайте, наверное, седьмую еще, что ли, сделаем. Один ход. Ну, кстати, рабочего получили практически даром. Я так прикалываю, что у меня оба нефрита под вулканами находятся. Не хочу выкупать эту клетку. Я думаю, что мы ацтеков... Надеюсь, что мы ацтека захватим. Ну, собственно, если мы не захватим ацтека, то у нас большие проблемы, вообще-то. О, еще рабочий. Так, а вот это очень хорошо. Мы тут в тыл зашли. И... Ну, я бы, наверное, город как можно ближе ставил. У нас должны быть проблемы с лояльностью. Так что вот сюда. И нам бы счастье... Потому что несчастье тоже снижает лояльность. Мистицизм. Давайте, наверное, пока драму. Мистицизм. Хотя, что там у нас дальше? Теология. Давайте пока драму и поэзию, видимо. Гельгамеш Саладин по Чикутуку объявил войну. А было написано, что ваши строители захвачены воином-орлом. На самом деле, это не строители захвачены, конечно. Это способность воина-орла. При убийстве юнита чужого он захватывает... Ну, тут расти тоже надо. Так, ничего не меняем, наверное. Кавалерия против варваров. Нет, пожалуй, ничего не меняем. Тут я стою, чтобы какой-нибудь посел не шел. Но я не думаю, что уже может Бразилия спасать. Скорее всего... Хотя, блин, стоит вот здесь этот... Скорее, инк может. Давайте я вот так встану, чтобы лучше вот эти клетки видеть. А с другой стороны, вот он будет вести юниты. А что я сделаю ему? Пальчиком погрожу, если только. О, как слабенько. Отлично. Так, делаем так и так. Подходим. Пока лечимся. Пока лечимся, а не пока лечимся. Там какие-то пожары, извержения супервулканов. Так, что мы тут делаем? Ну, этот давайте рабочий у нас как скаут будет выступать. А тут пограбим, наверное. Блин, Тенович Светлан прямо под вулканом стоит. Двадцать четыре веры. Хм. Двадцать четыре веры не те. Ну что, слушайте, как вы думаете, хватит нам... Раз, два, три, четыре, пять, шесть и седьмой строится гоплит. Или все-таки еще одного лучше? Наверное, все-таки лучше перебдеть. Просто хочется уже священное место поставить. Так, ну и, наверное, я тогда из Аргаса куплю торговца. Поселенцы чуть позже. Блин, тут дорога... Блин, с другой стороны, наверное, из Спарты. Так быстрее дорога проведется. Ну и вообще нам еще вот тут город вполне спокойно можно ставить. Минус двадцать. Вфига себе. А может и не вполне спокойно. Но вообще, если мы захватим Ацтека, то вот тут у нас еще город ставится, да? Ладно, в любом случае покупаем торговца. Поселенца сейчас пока нету смысла покупать. Нам некуда его даже ставить. Железный рудник. Вот этот мне вулкан все гадит. И он главное... Не знаю, как у вас вот, когда вы играете, но он, видите, тут у меня очень сильно работает. Так, нам важнее, наверное... Все-таки нефрит обработать. Что с несчастья по городам. А это снижает лояльность. Так, хорошо. Железный рудник. Лучников. Давайте, наверное, лучников откроем. Хоть этот прачник мне... Скажите, а у меня два прачника или три? Два. Так, вот тут, я думаю, мне лучше священное место грабить. Ну ладно, я бы подошел, честно говоря. Я бы священное место грабил. Все равно, те же, как эти 24 веры. Фига, они все чудеса... Клепают, да? Ауч. Коня мы не ожидали. Против кавалерии. Удваивает бонус поддержки. Да, вот тут, конечно, проблемка, что у них улучшение немножко не в ту сторону, куда нам надо. Против юнитов ближнего боя. К обороне. Ну блин, у нас против кавалерии и так есть бонус. Давайте, наверное, вот так поехать. Хотя, мне кажется, каре бонус поддержки... Я вот не знаю, что сейчас имеется в виду бонус поддержки в данном случае. Это, я понимаю, атака с фланга, по идее. Я бы, честно говоря, вот прямиком на Малиналька шел. Да серьезно, как он... А, он вот так, типа, пойдет. Ну, не очень удачно. Лучше так было, потому что, когда у вас юнит сюда прыгает, он, типа, не теряет ход через реку. Потому что из города. Ну, ладно, давайте пока. Всего в корыне сейчас работать будет. Ну, давайте теперь оленей. Я, наверное, не смогу разграбить. Не смогу караван разграбить. Поэтому, пожалуй, стоит просто... Ну, избежать я тоже не смогу. Хотя, давайте попробуем. Я просто хочу глянуть, что там вообще. Надо территорию видеть. Не, могу. Отлично. Ну, прощай, скаут, конечно. Но это, походу, все... Все города Ацтека, да? Да. Мы видим все города Ацтека. Для нас они очень хорошо расположены. И если мы их реально берем, то вот сюда ставим город. И у нас такая вытянутая империя. С которой можно... Можно работать, в общем-то. Так, что у нас Спарта обрабатывает. Блин, нам надо... Нам нужен еще рабочий. Но мне жалко сейчас тратить веру. Хотя 35. Нам надо просто какао обработать. 35, там 12 в ход. То есть, если я трачу, это будет 70. Еще один поселенец 115. Нам не хватает 45. То есть, примерно 5-6 ходов, да? Но вообще, есть священное место еще в Аргосе строю. Нет, знаете что, давайте гоплетов. Куплю рабочего все-таки. Нам нужен только один поселенец еще вот сюда. А счастье от какао будет очень, очень, ну, нормально работать. Хорошие бонусы будет давать. Я бы в Спарте сейчас прачника построил. Я напоминаю, мы обязаны обвинять всех постоянно и не торговать. Ну, в общем, когда вы обвинили, то они и не торгуют. Большей частью. И не торговать с первыми десятью встреченными цивилизациями. Так, до свидания, скаут. Катастрофическое извержение. Опять против юнитов, видимо, ближнего боя. Так, тут убиваем лучника. Я, наверное, неправильно сделал. Надо было убить этим сюда встать. И у меня бы тут куча юнитов подвинулась вперед. А так получается немножко... Ладно, поведу уже этого. Прачник один ход откладываем. Давайте откроем деньги, наверное. Потихоньку пойдем в деньги. Блин, может все-таки шачекалька по пути, блин. И вот тут бы... Ладно, пойду обработаю все-таки железо. Тут стою, чтобы лояльность получать. Карточка на лояльность есть. Так, обрабатываем. Не буду собирать оленей, я их лучше обработаю. Дальше, наверное, починю нефрит здесь. Тут надо железо обработать и соль. Пойду-ка я сюда. Попробуем шачекалька взять, ребята. Уже. Все-таки тут меньше силы. Ну и оно просто мешается. Вот, конечно, вулкан трындец. У меня 4 юнита вокруг вулкана стоит. Конем это он классно придумал. Атаковать копейщиков. Ну, правда, они не имеют бонус. Но, согласитесь, против... Вот, если раз гоблит, то лучше уже пытаться их как-то издалека стрелять. Так, против юнитов ближнего боя. Тут убиваем эту лошадь. Тут входим внутрь. Катапульта. Так, сейчас посмотрю, с какой силой он тут атакует через реку. Мне кажется... Так, вот этого убьем. А, я уже походил. Ну, надо заходить. Так, так, так. Открыли железо. Дальше открываем лучников. Я не могу сейчас никак апнуть. Я не могу, в смысле, ускорить это, потому что... Ну, я тупо подхожу прачниками, мне прачников убьют. Вот и смысл мне это делать. Так, хочу постоянно проверяющую религию. Ну, три. Тут держится нормально. Так, тут обрабатываем какао. Кстати, можно и здесь еще рабочего. Ну, тут я, правда, не хочу ничего вырубать. Хотя, как не хочу? А где у нас будет священное место? Подождите. Ну, тут плюс пять. Скорее всего, у нас будет тут священное место, тут кампус. Я бы вот такой тройничок тут сделал. Поэтому я бы вот тут вырубал. Поэтому, наверное, все-таки купим строителя. И я бы следующим ходом просто вырубил и сразу священочку тут поставил. Что, знаете, меня интересует вопрос, не объявит ли мне войну инк. Я бы уже шел туда-назад. Так, ну, пока... Пока вроде везет в том плане, что вулкан не убивает. И гоплиты, в общем-то, мощные тут. Но вот теперь время светилища, я думаю. Я не верю, что уже... Видите, у меня уже больше армии, чем у ацтека. Я не верю, что он сможет сейчас отбиться. Ну, то есть, что мне не хватит гоплитов вдруг. Убился от меня сам. Он всадников делает. Напоминаю, что гоплиты это копейщики, но у них нету против всадников. Хотя антикавалерийский... Подождите. Может, я уже путаю что-то. Не, имеет еще плюс... Да, конечно, тогда идея всадников против гоплитов делать, мягко говоря, так себе. Так, я бы здесь, на самом деле, уже город атаковал. Клеточку купим. Это все счастье все-таки. То есть, зачем мне... Чего мне катапульта? Катапульта против... Наземных юнитов, мягко говоря, никакая. Так, все, шачекалька падает. Значит, этими подходим дальше. Господи, как разбирается вообще ацтек. Ну, тут будет сложность, если мне сейчас кто-то еще с другой стороны объявит войну, но меня успокаивает, что там ко мне не подойти. Ну, подойти, но очень через одно место. Так, пожалуй, никуда пока не отправляем. А, он почему-то решил атаковать прачника, видите? О, там кто-то хотел, чтобы я лучника сделал. Так, значит, тут выруб... Да, Магнус приехал. Еще тут Магнус приехал вообще в тему. То есть, по максимуму получается. Ну, я сразу вырублю. Я понимаю, что уйдет плюс пять, будет плюс четыре соседства, но мне надо быстрее священные места строить. Так, здесь нефрита починим. Ну, надо отправлять скаута. Хотя, я даже и не знаю, куда его уже отправлять, на какие исследования. Отправим в город, чтобы он лояльность повышал. Ну что, несколько ферм может тогда тут сделать. Правда, тут заливать постоянно будет. Не очень приятно. Видимо, надо куда-то сюда везти шоколад дальше обрабатывать. Ну, деньги. Деньги откроем. Драма и поэзия. Ничего не меняем. Ну, я бы в теологию шел, потому что соседство... Бонус соседства для священного места, в моем случае, это производство. Так что, пошли-ка мы в теологию. Да, конечно, убийство юнитов гоплит... Ну, вообще, это не только гоплитами, а, в принципе, убийство юнитов за греков, конечно, очень много мне культуры дает. Ну что, падение Шачикалька. Хочу параллельно сначала тут... Катапульту еще приговорить. Да ладно. Так, вот тут бы я вот этим юнитом, наверное, в защиту встал. И этим тоже. Малиналька-то посложнее. Там 30 сила. А тут было 20... Ну, 26, хотя тоже не сильно разница. Монументы, водяную мельницу ремонтируем. Еще и хлопок мы сразу получаем. Тут нам еще нужна дорога. С другой стороны у нас тут, в принципе, все уже норм. Так, плюс 4, да, будет? Ставим тут город. Блин, я могу еще ближе, кстати, подойти. Я бы, наверное, ниже еще спустился. Давайте так поставим. Да, гоплиты, конечно. Было бы интересно, если бы реально такое историческое было. Греки поплыли на своих триремах, доплыли до Мексиканского залива. И там высадились на Юкатане. Они сначала Майя снесли, потом Ацтеков. В общем, Ацтеки бы сначала войну объявляли. Наверное, пока никак не использую. Пойдем сюда ждать, когда красители добавятся. Так, в Спарте. Миссионер 70 покупаем. Я помню, что нам нужно еще поселенца будет купить. Я это все помню. А, нет, ничего. Не залучиваем. Так. Может, тогда уже и кампус строить? Или лучше... Ну, то есть я не хочу уже юниты, наверное, строить. Или еще гоплиты на всякий случай, а? Блин. Ну, туда и развиваться даже тоже надо. Кампус. Вот, купить эту клетку. И кампус на плюс 4 у нас ставится. С другой стороны и растяло. Давайте, наверное, амбар сначала. Все-таки сначала амбар. Тут два посла. Могу в Канде. Канде за нахождение чудо природы. Ой, 50 веры от всех реликвий. У нас реликвия выпала. Что, я думаю, надо союзить Канде. Тут пока ничего не меняем. Ждем. Открытие теологии. Блин, а там Кагуана еще со мной воюет. Ну, вообще, снос Ацтека выглядит красиво. Так, а давай ты больше никогда вот это у меня просить не будешь. Сандалики. 118 науки у Вьетнама. Вы нормально вообще? 41-й ход. А, не убил. Дурачок. Так, ты никогда у меня не просишь мир. Кстати, снос Ацтека поможет еще больше, чтобы с нами не дружили. Потому что снос цивилизации ухудшает отношения. Так, тут ставим вместо городского планирования соседство для священного места. Я понимаю, что она работает пока только на Спарту. Так. Я бы, наверное... Блин, конечно, хочется вот это, но я бы, мне кажется, правильнее обращать тот город, который пока не в чьей религии. То есть это и проще, и он больше влиять потом на другие города будет. А эти мы потом лучше зачистим этой инквизиции. Так, ну что, я думаю, пора атаковать сам город. Тут надо будет разграбить ферму. Видимо, поменяемся местами, потому что этот посильнее. 79, а тут 60. Может, у Кагуана еще каких-то рабочих украсть. Просто думаю, поменяться местами или этого сюда отвезти. Кстати, на удивление, компьютер хорошо кампус поставил на плюс 3. Рядом с геотермалочкой и... Ну, выглядит как малиналька следующим ходом падает. Пока мы потеряем только одного гоплита. Пока не хочу тратить деньги на выкуп этой клетки. Со счастьем у нас норм. Катапульта. А что тут делает ингская катапульта? Ну вот, меня успокаивает, что Катя может сразу лучше вот эту клетку выкупить, чтобы видеть... Просто видеть, что тут инг может делать. А также мне вот... То есть мне вот здесь надо будет где-то военный лагерь поставить. И здесь. В итоге. Так, мы пошли, наверное, шоколад обрабатывать. Ну и тем более, я тут поставлю на плюс 4, будет работать опять... Вдовая дисциплина. Амбар, значит, я все хочу, кампус тут хочется очень. С другой стороны, храм и гурдвара тоже. Без храма мы не сможем... Давайте, наверное, храм и инквизицию череждать. Потому что вот это надо все зачищать, ребята. А апостолами это будет очень... Просто очень-очень сильно работает религия ацтека. Очень сильно влияет. И тут реально дешевле будет зачистить инквизиции. А, священное место тут не очень качественно стоит. Ну тут я все взял вроде. Хотя, может, тут вместо удвоенный опыт разведки... А, я уже все принял. Ну тут все равно ничего. Ну, можно было кавалерия, но я не собираюсь кавалерию строить. Удвоенный опыт. Ладно, поехали пока исторические хроники. В храм Минакши. Блин, 112 науки. Не, убили все-таки. Ах, вы гады. Но Малиналька все равно сейчас падает. Минус 2 гоплита. Даже 2 атаки хватит. Феодализм ускорили за счет ферм. Прикольно. Так, ну то есть остался Тиночтетлан и Аска-Пацалька. Я правильно понимаю? Нет, он еще один город поставил. Ну тоже где-то сзади. Все равно даже с такими потерями у него 39 науки. Ну, армии, конечно, уже нету. Так, минус. Нет, не минус. Малиналька, конечно. Ну, слушайте, смотрите, как он быстро расселился от стек. Да, смотрите, где у него столица. То есть, по идее, Малиналька достаточно. Но он успел и Шичикалька еще поставить в мою сторону. И он конкретно еще в мою сторону именно расселялся. Так, а что это тут немец идет в Ереван захватывать? Вот это... Вот это я против. Я могу что-то с него требовать вообще? Ну, видимо, нет. Так, надо тут всем эти... Продолжаем осуждать. Нам надо, чтобы мы со всеми десятью мы обязаны быть в осуждении. То есть, я в надежде, что они мне объявят войну и будут на меня нападать. Потому что я еще раз повторю. Во всех прошлых играх я объявлял войну и юнитов соперника просто не видать было. Просто не видать. Кстати, а бонус от стека у него хоть какой-то работает? Ну, я, правда, уже много гордов у него захватил. Не, нет у него. Ну, то есть, у него не обработано ща. Хотя, вот же у него красители. Почему я не вижу у него плюса? Или это только при атаке? Он только при атаке вот так работает. Да, я вспомнил. Эта фигня только при атаке работает. Нам бы тут свою рели... Слушайте, а давайте я, может, один заряд в столице сделаю, чтобы не потих... Хотя... Все равно будет три последователя. Так, их и так три. Блин, мне надо быстрее... Хорошо, а что взял вообще от стек, если вдруг его религия будет? Храмы и святилища производят культуру. Ну... Мне, конечно, оно нафиг надо. Очень зря я только миссионерам назад отошел. Так, стоим, ждем. Прикол, прикол шоу, что даже без монумента Малиналька не отваливается. Все равно Малиналька больше по населению было, чем Тиночтетлан. Поэтому и не отваливается. Верховую езду, исторические хроники. Пока так. Боже, скаутом атакуют гоплита. Скаутом, ребята. 79 сила. Ну, я бы просто стоял и лечился, понимаете? Надо... Окончательно юниты... Вылечить и финальный рывок на Тиночтетлан и Аскопацалька. Ты, может, купить уже клетку? Все-таки красители. Пусть пока я Тиночтетлан захвачу. Ну, а на что мне еще тут деньги тратить, да? Так, здесь, наверное, сразу кампус. Че откладывать? Ай, короче, покупаем. Значит, лечимся, лечимся. Не добиваю, видите? Эту катапульту. Он мне ничего ею не сделает. Подумаешь там... Кстати, а я же что-то еще эти минанки захватил. Ну, и в принципе... Она пока не работает? Подождите. Что там эти минанки дает? Плюс две науки и производство на всех болотных в империи. И наука и производство на всех поймах. В городе. Но поймах именно в городе. Поймах рек в городе. Так, а болото только еще? Болото. Давайте поищем. Но не выглядит, что в горах будет много болот. А вот у ацтека там есть. И вот болото, слушайте. Может мне, кстати, купить сразу эту клетку? Она будет сейчас нормально работать. О! Вообще зашибись. Слушайте, как мне с этими минанки еще подвезло. Ну, кстати, вот катапульту можно будет, например, той же лучником тем же убить. Давайте на всякий случай, наверное, прачником куда-нибудь вниз пойду. Так, что там немец с Ереваном делает? Ну, вот этим не берется, мне кажется. Хотя он там катапультой больно фигачит. Так, и там еще Кагуана пришла со своими мечниками. Так, исторические хроники предлагаю пока отложить. Обработка железа. Давайте строительство откроем. Есть храм. Нужен апостол для учреждения. Блин, 200 веры. Так, ну что, разграбим. 50 монет. И следующим ходом будем входить в Тиночтетлан. Чувствую себя Кортесом, конечно. Обработано. Ну, пойдем, наверное, лошадей. Я даже не буду пока выкупать след. Просто пока сюда встану. Потому что у меня все равно один житель здесь. Смысл. Стоим. Блин, 106 науки. Я просто... Фиге, еще даже до 40-го хода. Как это вообще... Как это делается? Храм. Вот тут по Гурдваре вопросики. Стоит ли мне ее строить? Или лучше уже... Так, тут 8 веры идет. Тут 8. Блин, я бы, наверное, с партой не рос пока. Потому что может... Хотя селу 3 хода. Ладно, давайте кампус. Надо как-то по науке таки догонять. Да, автоматически пускай удаляются метки, где я поставил район, который я отмечал. Вот тут пока у нас индуизм. Поэтому, мне кажется, нету смысла строить святые места. Давайте амбар. Ну и здесь, наверное... Хотя тут амбар в городе пока не растет. Пока я в нападении. Строитель, поселенцы. Тут обработано, что мне надо. Блин, может гопли-то просто тогда здесь... Слушайте, давайте я тут отложу на один ход и таран построю. Когда... На всякий случай. Я правда не вижу, чтобы они стены строили. Но, например, против той же Кагуана. Я Катя Кагуану бы забрал. Просто отложу один ход производства. Shift-Enter. Чтобы отложить. Один ход можно откладывать с производства, ребят. Нет, не забирай, Ереван. Так, тут этого мечника убиваем. Сколько культуры нам дадут? Восемь. Восемь. Что, у него силы шестнадцать. Подожди, базовая мощь двадцать восемь. А, это по сетевой игре отскалировано, видимо. Тут может мечник. Все равно надо атаковать. Разграблю. Тут таран построим. Следующим ходом апостолы покупаем инквизицию. Делаем так. Вот здесь можно наконец клетку купить. Тем более мы как раз на 50 награбили. Отлично. Обрабатывается что надо. Петр Великий заключил мир с Гильгамешем. Они друг по другу что-нибудь позахватывали? Шумер нет. Россия нет. Просто повоевали. Инг с Саладином воюет. Бразилия с неизвестным кем-то воюет. Ну а Германия воюет с Ереваном. И походу его все-таки забирает. Слишком много катапульт. Даже, наверное, походу этим ходом его заберет. Так, тут холм. Он двумя катапультами, да, все, забирает Ереван. Черт. Знаменитые кампуса Спарты. Так, ну надо исторические хроники открывать и соседство кампусов. Я, видимо, одну красную карточку уберу. Так. Продолжение следует... А просто постоим, я не думаю, не верю, что они смогут меня сейчас убить Хотя вот этими двумя, если атаковать Блин Ну и хай атакуют вдвоем, господи, я в это время столицу беру А сейчас могу я этого просто подвинуть вот так О Так, покупаем апостола Будем учреждать инквизицию следующим ходом У меня очень-очень дороги везде нужны Дороги это... Центры коммерции Центров коммерции пока не хватает Ладно, давайте гурдвар устроить, видимо Меня сейчас волнует, не уйдет ли меня здесь сейчас религия Вот когда шесть жителей станет Это может быть такое Дереван убили Жаль, это минус Мне нормально Веры уменьшилось Саладин, по-моему, с пачекута коммер заключил Саладин, по-моему, с пачекута коммер заключил Нефрит опять поломай Ну, у меня один есть еще Так что терпим Фу, не ушла религия Да, просто два этих стало Окей, учреждаем инквизицию И нанимаем, собственно, инквизитора Так, так, три хода Пошли еще в Афины распространять Вот теперь можно и пингалу, наверное, взять Все-таки в столицу Чем больше убьем Юнитов, тем больше будет культуры Натур-философию Давайте вместо удвоенного опыта разведки Правда, сейчас Подождите, давайте посмотрим, что мы всеми походили Потому что это минус к силе юнитов будет тогда В Аргосе амбар Ну да, тут надо до четырех вырасти Давайте, наверное, строителя Тут надо кампус, конечно, будет строить Но пока четырех жителей нету Не получится О, ученичество Ну и дальше в оборонительную тактику выйду Так, а вот теперь меняем на соседство кампуса И у нас сорок одна наука Все еще у ЦАИ Ну блин, сто шестнадцать у людей Сто шестнадцать Хотя он тут вообще Ну, пока еще Средневековье не закончило Не должна катапульта убить мне гоплита Так, напоминаю, что мы не торгуем ничем С первыми десятью Так, и надо им Их пообвинять всех Не понял Как это меня сейчас Стэк атаковал Зона контроля Ну, видимо, ему хватило Ладно Так, этих сначала осуждаем Я все надеюсь, что Ну тут, вы понимаете Что я бы им войну объявлял То есть я так понимаю Что именно в этом есть Определенная идея Что когда ты им объявляешь войну Они на тебя не нападают Они типа в защите сидят То есть я должен вынудить их Объявить мне войну Тогда будет сложнее Так, идея та же Я с ними не торгую Ничего не получаю Пало столица Блин, а где же он еще Этот лакопан Или как он Да, от лакопан Где он Где он лакопан Еще поставил Средство оборонительных Обороноспособность Наверное, пока Ничего из этого не берем Ну видимо Раз он оттуда идет То видимо где-то там Поставил Ну я бы, наверное Пингалу на науку Улучшал Так, я бы на всякий случай Сразу еще одного Ага, 80 Уже Следующим ходом Надо будет инквизитора Так, надо как-то Вот тут дороги проводить Скорее Из Афин В Спарту Я бы просто постоял Пока Наскопоцалька Заберем Нам бы хоть Хоть еще одного Миссионера Убить ему Чтобы Так, сколько тут До конца Два хода Блин Выхожу в нормальный век Слишком быстро Ну потому что там Кто-то, блин 112 науки Сидит, конечно Ну тут Центр коммерции Надо Причем вот Очень даже Качественно Сюда встает Я ничего не меняю Хорошо У бразильцев Нету Религии По идее Только Религия Этого Блин Плюс 26 Конечно Мощно Ну В этом Хорошая идея Что вот именно Эти города Сейчас обратил Хотя может Еще тут Какая-то Православие Это Русского Что ли Ну да Блин Надо было этого вывести, апнуть Этого туда поставить Ну, Ацтек не построил стены Я, скорее всего, к Игуану захвачу Нормальный тоже город Не помешает Хотел бы тут еще город поставить Но мне нужны инквизиторы А не А не Поселенцы Сейчас так Из Афин в Спарту Ну, тут очень нужна дорога Просто я тут так мучаюсь Ну, что я в защите, хай он меня сам бьет Так, теперь в Эфесе центр коммерции, но Пока нету жителей Я пока, видите, чисто за соседство кампусов и священных мест Выживаю, амбар нужен Стоит ли тут амбар строить? Просто эти города, понимаете, они не растут Пока у нас война с Ацтеком Ну и смысл строить что-то на На рост Акрополь тоже, конечно, прикольно Я понимаю Но я пока культуру Ладно, давайте амбар Я пока культуру с войны Получаю Сколько вообще городов уже в религии Ацтека? Так она сильно влияет на На все в игре Честно говоря, что-то как-то очень мощно Но мы вышли в Средневековье Кстати, очень быстро К сожалению, за 21 ход Ну потому что у кого-то вон 140 науки, например Например Мастерская, латники, рудники производства дают Промышленные можем строить зоны Ну, очевидно Ацтек тут уже не игрок Собственно, наша греко-ацтекская империя За счет этого и будет выживать За счет того, что мы Ацтека захватили Я думаю, что нам надо будет еще города поставить Где тут поселенец? Вот тут еще влезет город Точно Здесь все-таки большая слишком лояльность Кагуану надо захватить Возможно, имеет смысл с немцем за Ереван повоевать Я бы его даже Я бы его даже Типа не себе А может даже освободил Вот Но это все уже в следующей серии В следующей эпохе В Средневековье Спонсоры канала продолжения Могут прямо сейчас Посмотреть уже во вкладке Сообщества Для всех остальных Оно выйдет завтра И не забывайте Те, кто проходит параллельно со мной Тоже пишите А что у вас там В общем-то происходит На это все Играйте в умные игры Всем пока Спасибо, что досмотрели до конца Я Алексей Халецкий Тот, кто сделал это видео Пользуясь случаем Хочу попросить вас поставить лайк Оставить комментарий И поделиться этим видео Со своими друзьями Или в социальных сетях А также посмотреть другие мои видео Ссылки на которые вы видите сейчас Ссылки на которые вы видите